благословен господь ныне пристно и во веки веков аминь многомилости в господи молим тебя о этом нашем собрании с чадами нашими помоги многомилости в господи чтобы все все слова твои которые господи мы здесь произносим они были не напрасно произнесены для наших душ чтобы они помогли нам избавиться от всего мирского а привели к тебе господу нашему творцу духовной жизни чтобы слово духовность мы понимали верно не как сейчас ее понимают другие или произносят просто говоря каких-то делах как они говорят милосердие о добрых делах а мы должны знать что только слово божие дает эту духовность твое твое слово господи которым ты будешь наш судить потому она называется духовное что непонятное для нас люди не любят непонятное они любят чтобы все было разжевано по полочкам положено господи ты из нас делаешь мужей совершенных мужчины мужественность закладывайся на у нас у нас через слова свои святые чтобы мы были настоящими героями помоги многомилости господи понять это всем нам вложить сердце исполнить дорогу нам выйти на благовестие ибо все для этого есть у нас кроме мужества наполни наши сердца мужеством исполнять слова твои потому что ты сказал не слышащий и знающий или разумеющий а исполняющий жив будет слава тебе за все отец и святой дух аминь вот для того чтобы нам все это исполнить господь посылает великие чудеса через чудо господь обращается на прошлом на прошлом занятии проходили книгу судей там с 19 по 21 главу мы начали только 20 главу 21 еще не начали и вот там говорится о таком чуде а чудо-то как случилось очень страшное чудо-то через убийство то есть чудеса есть разные и вот сегодня мы празднуем у нас праздник называется владимирской иконы божией матери ну это надо точно знать о чем идет речь ну там как бы так случилось 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 чудо вот и чудо это тоже связано с убийством с войной был такой великий завоеватель тамерлан еще называли его хромой хромой старец хромой воитель называли его тимур еще по простому и вот это вот самый он сам был рожден рожден в азии в средней азии ну где-то приблизительно скажу вам чтобы вы знали где-то район ирака ирана там где сейчас бои идут но не сирии не сирии со мной суда дальше и он да там двух хори харизм там был потом тут монголы с этой стороны были где китай китай был захвачен тогда монголами и вот этот тимур он как раз из маленького государства сделал великую империю захватил все начиная от иудеи и заканчивая до монголии дошел он там монголам досталось даже то есть представляете какая огромная территория была им захвачена больше чем римская империя захватила это все было случилось где-то приблизительно тысяча триста шестидесятых годах шестьдесятые семидесятые но в итоге он шел-шел захватывал захватывал и дошел до кавказа там горы но горы ему были не помеха он сам горный мужик армия у него была железная знаете как он делал он обезглавливал своих врагов армии целой обезглавливал и складывал из них пирамиды и вот есть там допустим такие рисунки рисуют художники и там вот такие произведения где там вот прям пирамиды огромные из головы из черепов служит апофеоз войны да точно вот и говорят что как раз вот по историческим данным именно этого тимура как он поступал вот сделали написали это произведение то есть и когда там смотришь на это просто жутчайшее зрелище это надо столько поработать и главное надо было столько пленить людей вот гитлер когда захват захватывал наш сорок первом году с июня месяца и по ноябрь захватывали пленных наших советских русских бойцов то захватили четыре с половиной миллиона но они их не убивали так они хоть сначала в концлагеря потом отправляли германию сначала просто в концлагерях держали думали что сейчас война закончится и там дальше их на работе отошли а тут война затягивается тогда их отослали в германию чтобы они работали на разных работах и работали но многие умерли конечно многие но они работали то есть этого никто не делал у этого жестокого завоевателя была такая позиция знаете как у книги судей мы видим у иисуса новина там новин там или судей они вырезали поголовно все как языческое население так и у него тоже если ты не наш воевал против нас государство все поголовно вырезается кроме женщин детей дети из детей делали потом типа иныча как у турки это же турки брали как раз от него и это были самые крепкие войны потому что они что были как из детдома все а им государство давало все их подготавливали бойцы были все и так далее и вот он дошел до кавказа и легко захватил эти горы прошел через перевал и вышел на русскую равнину вышел на русскую равнину и там половцы были всех по перебивал он и естественно вот они бы россия и он начал один за другим захватывать города дошел до торжка ну то есть от москвы то буквально 100 километров 80 верст и остановился ночевать а в этот момент он же ничего не знает у нас это был 1395 год у нас произошла куликовская битва и во время этой куликовской битвы известной 1380 году на куликовом поле там было 400 тысяч наших бойцов и 450 татар монголо татарские и когда там пришел дмитрий донской просить благословения помните проходили немножко благословение у сергия радонежского то сергий радонежский долго не давал ему ничего не говорил он как 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 благословил от себя иди князь я тебе типа да благословить тебя господь но он пытался у у него благословение конкретно на это сражение чтобы победить чтобы ну как бы от бога такое уверение что да все нормально будет мужик все хорошо ты пришел ко мне вот тебе мой святой говорит что ты победишь а этого не было и он долго долго около него там они беседовали он говорит да пошли еще там гонцов пошли там еще дары этому мамаю ничего не получалось и тогда он уже вышел ему от господа было пророчество и он вышел и говорит ну иди князь будет будет тебе победа но погибнут погибнут очень много людей ну и погибло действительно практически но эти татары то убежали а из нашего войска осталось только 50 тысяч остальные были поранены и изрублены то есть была величайшая сечи ну и то есть понимаете что после этого это восьмидесятый год порубили все население считай мужское а там девяносто пятый еще не подросли войска то даже войска не было как следует и тут этот тамерлан нарисовался ну все победа была его стопроцентная и в этот момент в городе владимире была икона по преданиям эту икону написал лука апостол еще в те времена когда жила пристая богородица и когда он написал ее и показал ей то она как бы одобрила это ну это как бы все ну сами понимаете это такие века прошли как бы нам не верится но мы как верующие можем принять это ну почему бы и нет ну так странно представить что икона пристая богородица подошла посмотрела ну так ничего похожее похоже ладно сгодится сложно представить да ну представляете как то вот так нам описание говорит это икона и она кочевала кочевала там где то ее не изрубил никто но это тоже уже чудо и в 1395 году она оказалась в городе владимир а тогда царство было в разных княжествах были очень сильные и рязанское и владимирское там суздальское там и ну в общем и московское московское начало подниматься над всеми и город то был центральный москва и на пути то после торжка москва владимир немножко в стороне и поэтому молились все и решили чтобы защитить этот стольный граф он был более менее уже тогда на подъеме чтобы перенести из владимира эту икону и крестным ходом понесли эту икону там в москву и когда ее несли в москву в этот момент происходят эти события тамерлан вдруг останавливает все свое войско становятся они там этим походным табором наступает ночь и он засыпает засыпает сладко ему спится но в этот момент во сне к нему приходит огромного роста женщина сияющая такая ну как считается что это была престая богородица но она ему не доложила он все равно не понимал кто она и говорит с мечом причем и говорит ну там еще за ней воины эти ангелы и говорит не ходи дальше если ты пойдешь ты погибнешь и он утром встал я представляю как он встал долго наверное чесал с затылки что ему делать но был своеобразно верующим он человеком и он решил не ходи повернулся и пошел дальше другой дорогой то есть он по России не прошел как монголы татары и поэтому вот это чудо оно сейчас является у нас как праздником и мы сейчас это празднуем вспоминаем читаем икосы кандаки посвященные этому событию но самое интересное заключается в другом вот у нас обычно историю любят приписывать да ну как вы знаете что если кто победил он пишет о себе он чуть ли не на немец был ростом геракл такой мускулистый а то что там на него какое-то войско двигалось это все смешно даже говорить ну то есть мы герои а там так апреля здесь же у нас наоборот такое великое событие произошло да враг отступил от стен по молитвам и нигде в исторических описаниях этого нету нигде нету что тамерлан дошел до этого до торжка и что он был не вдалеке от москвы девяносто пятом году три тысяча триста девяносто пятом году и что все это случилось и это только сохранилось в житвях святых и вот этот если бы не этот праздник мы бы никогда не знали какие чудеса господь делает над нами с вами поэтому сдаваться нельзя никогда если вы молитесь господу и ваша молитва идет по слову его святому а господь говорит что просящему дано будет но просящему что если ты выйти не просишь понятно не просто так что ты что то там я хочу огромный дворец и так представился дворец как у кадырова там в чечне видели его нет дворец золото там все там хочу такой там начинаешь молиться это конечно ни о чем не говорит что ты верующий человек и ты действительно что то хочешь вы радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими когда радуется человек значит ну что то хорошее произошло правильно вы порадовались вместе с ним узнайте что произошло хорошего не то что там он купил новую машину там и все радость там такая для небес ну событие нормальное но как ты заработал на эту машину еще интересно а вот когда люди плачут вот тут тоже надо смотреть особенно если это братья ваши сестры и вот тут вы начинаете тогда молиться и господь это приветствует когда вы в доме плача находитесь а не в доме торжества вот когда советская власть наступила то из всех церквей советская власть сделала клубы клубы там танцы там дискотеки всякие ну это дискотеки 75-го года а до этого были танцы то есть там люди в церквах только танцевали ну пили водку конечно или самогон русские люди любят пить не без этого драки там всякие и так далее а духовно духовного не было ничего все духовное отсутствует ну почему почему это до этого дошло почему дошло до того что то мирлан пошел на руси только когда люди все вместе упали на колени там начали молиться вся полностью там княжества падали на колени дети малые там и так далее там происходило тоже что когда пророк иона шел в неневе что чтобы пророчество господне не исполнилось чтобы можно было и покаяться он шел об этом рассказать рассказать о господи едином чтобы не нечестие свое оставили и там даже скотина написано постилась вышла даже скот скоту не давали ни есть ни пить три дня трое суток и рев там стоял такой что хоть уши затыкай как в танке грохот а скотина чем провинилась то да ничем она не провинилась скотина просто хотели этим показать люди как они раскаиваются в том что они были нечистивыми и они раскаялись и здесь то же самое произошло люди начали массово каяться вот чудо то в чем а почему да потому что погибель рядом а когда радость великая была что то никаких чудес не видно не видно больших все время это какая то печаль вспомните апостолов как дух святой с них зашел они не сидели там не радовались там не прыгали не танцевали они что они печалились почему господь от них отошел думают что дух святой придет они радовались тем словам которые господь оставил надежды надежды этой но это только была Такая внутренняя, тихая радость Уверенности-то еще не было Такой у них Они еще не укреплены были Только Дух Святой может укрепить И нас с вами только Дух Святой может укрепить Понимаете? Если вы не станете верующими до конца Вы не будете укреплены Духом Святым И вы просто отойдете Как у нас сейчас Сестры сейчас спрашивают Кто такой Давид? Милок, а я знаю, кто такой Давид? Ну как не знаешь Библии, кто он был? Псалмы писал? Ну да, писал псалмы А кто он был? Ну откуда же мне знать, кто он был? Ну знаете, это уже говорит о том Как откуда знать? А ты сколько лет ходила? 30 лет В общем, 30 лет почти в общем Верующий там сколько лет И так отвечать Это о чем говорит? О том, что человек вообще не хочет много знать До этого доходить не надо Нужно, написано Господь говорит Расти от веры в веру Переходить из веры в веру Что такое из веры в веру? Переходить Сейчас был православным, завтра баптист А послезавтра мусульманин А потом конфуцианец А потом дойдем до сантаизма еще в Японии Которые поклоняются Предметам каким-то Или явлениям Или человеку даже По сговору всего народа Вы знаете, что такое сантаизм? Выбор Бога Все люди собираются и выбирают Какой у них будет Бог на этот год Вот до какого безумия доходят-то Понимаете, в чем дело Люди Этого с нами не будет только тогда Когда мы будем знать Слово Божьего Слово Божье От нас уберет все незнания наши Все невежества Уберет Вот послушайте Как Как Господь говорит об этом Книга притчей Соломоновых Видите Притчи Соломона Сына Давидова, царя Израильского Чтобы познать мудрость и наставление Понять изречение разума Усвоить правила благоразумия Правосудия, суда и правоты Простым дать смышленность Юноше знание и рассудительность Послушает мудрый И умножит познание И разумный найдет мудрые советы Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь Слова мудрецов и загадки их Вот я сейчас для вас как мудрец И загадываю вам какие-то кроссфорды Загадки А вы должны их решать Без Слова Божия вы ничего не решите Вы ничего не поймете Вы даже простого не поймете Вот надо Вот сейчас спрошу вопрос задам И вы мне должны ответить По нему Если вы верующие И у вас Дух Святой есть Вот скажите Патриотизм Для чего у нас должен быть? Для нашей страны? Или для Америки? Или для Европы? Патриотизм Что такое патриотизм? Кто знает? Любовь к отечеству? Любовь к отечеству Патрио это отец Любовь к отечеству Любовь к отечеству у тебя должна К России быть Или к Америке Или к Европе? К России К России Как ты сказал? К Богу К Богу А ты почему так сказал? Ну то А кто еще так думает Что к Богу? Ты? К Богу он сказал Брат твой А ты говоришь К России Допустим Допустим Скажи вот мне Сейчас Вот в виде К России Ты сказала Скажи Кто был прав Когда была Великая Отечественная война Сейчас ее праздную Девятого мая Русские Советские Или немцы Или американцы Кто был прав? Ну как? Ты же патриотка России Ты должна конкретно сказать Россия Ну ты же патриотка Кто? Я считаю Что правых не было А почему ты так думаешь? Потому что Известно Что Сталин сам готовил Наступление на Германию Ну это не только Поэтому известно Да Вообще была то война Да И люди друг друга убивали Сколько умертвых? Никто не посчитал Да какие Это 27 Говорят о России То не подсчитано до конца Общие потери Убитыми Во время Второй мировой войны С 39-45 год Составили Никто не знает сколько От 55 До 75 миллионов Никто 20 миллионов потеряно Ну никто не знает Убиты они там Утонули Или где там они Кто там Потому что Целыми отрядами Армиями Гибли где-то А никто не знает Сколько их погибло Никого оттуда не пришло Нету свидетелей Даже точно не знают Сколько пленили немцы Говорят приблизительно так От 3,5 до 6 миллионов За первые полгода войны Понятно? Какие цифры? И 3 миллиона Как бы так Болтаются Кишка проруби Никто не знает Это война Это война А мы как знаем Христос Что сказал нам О войне? Верно Мечный человек погиб Отлично А еще О врагах Что он сказал Господь наш? Любите врагов Ваших И так Не было только Правых Потому что И те И другие Третья Четвертая Пятая Все Участвовало 90 стран В войне И там Есть убитые Во всех странах Естественно И все Кто пошел Взял оружие Они все неправы Вот сейчас Кто прав В Сирии? Боевики Или русские? Или сирийская армия? Кто? Никто Почему? Потому что Они все сражаются Они все убивают Друг друга А Христос Что сказал? Не убей Не убей Хорошо Любите Врагов Ваших Как это можно По другому Понимать Скажите мне И Русские попы Догадались Как В конце 19 века И что Они сказали? Ненавидь Ненавидь Как Люби Врага своего Ненавидь Врага Отечества Да И бей Врага Ненавидь Врага Христова И бей Врага Отечества Вот так Лозунг За веру Царя И Отечества Теперь вам понятно Почему царя Батюшки нету И царь Батюшка Этот лозунг Благословил Царь Батюшка Сам себя На долгов Вознес А теперь Мы говорим Царь Батюшка Почему мы Он у нас Святой Николай Ну тут его нету Там у нас есть Николай Второй Семейства Почему святой? Как считаете? Потому что погиб Как мученик Потому что погиб Как мученик Он Отказался От власти Почему отказался От власти? Его уже совесть Замучила убивать Потому что С 14 года По 17 Он отказался 2 марта От трехсот престола Ему приходилось Командовать войсками Которые убивали Убивали Кстати Во второй Первой мировой войне Русских потерь Было меньше Чем в других странах На тысячу человек Населения На тысячу Русских солдат У нас погибло Около 100 человек Потом После нас Идут англичане У них 115 Человек На тысячу А у Нек У французов До 170 Доходило Верденскому Сороку Да Под Верденом Особенно Там Под Верденом Было убито С каждой стороны Потери Тяжелораненные Убитые Со стороны Германии И Франции Почти по 450 тысяч Вы понимаете Что за цифры такие И какая Может быть Здесь вообще Разговор О том Что Кто-то прав Кто-то виноват Потом на Германию Наложили Контрибуцию Непосильную Гитлер На этом Выписывал Гитлер Югент Людей Которые Ненавидели Всю Европу А Россия Как бы была Погранична Потому что Россия же вышла Из войны В 17-м году Большевики Ее вывели Не странно Большевики Вывели Для того Чтобы поубивать Всех внутренних Врагов Тоже Тут бы как бы Ленин молодец Штыки в землю Да Воткнули штыки в землю И взял эти штыки Вытащил Повернул И начал своих убивать До такой степени Что к 41-му году У нас был дефицит продуктов Карточки вводились Еще войны не было У нас карточки были хлебные Вот до чего довели И как нам Теперь быть За кого нам быть Как нам быть патриотами России Вот патриотами Бога быть Это великие дела Но надо постараться Надо быть героем Чтобы быть патриотом Бога Об этом мы с вами кстати Начали читать В 20-й главе Когда этот левит Разрезал свою Эту женщину Которую Обесчестили И убили Эти Вианинитяне Это братья его Это братья иудеи его Свои братья Сделали все это Вот оно где страшно А почему Не было Бога с ними Вообще Они забыли Они не знали Кто такой Давид И языки Это все было Как говорится Все равно уже Так Ну ладно Поговорили мы сегодня О празднике Сейчас будете знать О чем читается Благословен Господь На неприсное Во веки веков Аминь Помолитесь О себе О родных Близких Наших О неверующих Неверующих Быстрее молитесь Чего Господь хочет И будем патриотами Не России А Отечества Небесного Слава тебе Боже Господу слава Ветельков Аминь Так ну что Вперед Что это помочь тебе Зарядилась